Они выпивали дома, обращались ко мне плохо, разбили в бутылку и порезали руки. 18 лет рабства – это не сюжет фильма, а реальная ужасающая история. Эта женщина по поддельному паспорту еще в 2000-х годах уехала в Эмираты на заработки и в итоге лишилась всего. Ее держали как бесплатную раб силу, обманывали, избивали и издевались. Она даже родила девочку от мужчины, которого женщина до сих пор считает своим мужем и господином. Единственное, что он сделал для нее – отправил обратно в Кыргызстан, сломленную и без средств на существование. Он мне дал одну комнату, а не в другой комнате. Жена его стала меня избивать, руки резать. Муж тоже стал меня избивать. С дочкой переговоримся. Она ждет меня, но я так говорю, что нужно время. Сейчас она пытается восстановить настоящий паспорт. И поскольку она выехала по поддельному, на нее в Кыргызстане возбудили уголовное дело. Женщина живет в центре СИЗИМ, где получает психологическую и юридическую помощь. И когда, наверное, ресурсы… Ну, она стала уже выступать, и там ее ресурсы исчерпались, и ее выпроводили. Наш адвокат работает сейчас, со следователем работаем. Что-то они тянут два месяца. Они хотят найти владельца паспорта, по которому она выехала в Эмираты, и что-то два месяца длится. Обещали на днях, на днях закрыть это дело. По данным правозащитных организаций, в 70% случаях жертвами торговцев людьми становятся именно мигранты. Это большой транснациональный преступный бизнес, и в Кыргызстане в нем замешаны не только частные турфирмы и компании по трудоустройству, но и правоохранительные органы и высокопоставленные чиновники, говорит бывший вице-спикер парламента Кубаначпек Исабеков. Стоимости, если девочка еще, да, даже несовершеннолетняя, да, но если замуж не выходила, там, от 15 тысяч долларов и выше стоит. Только одна. Вы представьте себе, а группой когда вывозят? А есть разные плательщики. Есть, конечно, которые каждый день этим занимаются, а есть, которые изысканные элитные покупатели, денежные покупатели, крупные бизнесмены, которым хочется экзотику. Не все побывавшие в рабстве обращаются в правоохранительные или иные органы из-за страха или стыда. Нет, как таковой статистики, да и в целом общей картины масштаба проблемы. По словам Кубаначпека Исабекова, этот вопрос пущен под самотек. Госорганы только сейчас приводят в порядок правовые механизмы противодействия торговли людьми, а силовые и вовсе зачастую бессильны. Самый большой фактор, который препятствует в расследовании уголовных дел по фактам торговли людьми, большинство факторов, которые связаны с мигрантами, они происходят на территории иностранного государства. И наши, к сожалению, правоохранительные органы не имеют возможности выезжать в иностранное государство для проведения следственных оперативных мероприятий. Это требует определенного согласования по дипломатическим каналам, необходимо будет расширять договорную базу. По данным правозащитных организаций, больше всего в рабство попадают женщины, и больше всего их в Турции. Далее идут страны СНГ и дальнего зарубежья. Жертвой торговцев может стать любой человек. Избежать такого участия возможно. Надо всегда проверять и перепроверять, кто и какая фирма вас отправляет на работу и даже на отдых. Марат Ахматов, Урмат Усенов, Телеканал Апрель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова